Гиподинамия 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 Национальные праздники всегда проходят ярко и незабываемо. А если мероприятие носит спортивный характер, то можно с уверенностью сказать, что оно оставляет отпечаток в памяти надолго. Это относится в том числе к еврейскому народу, проживающему на территории Самарской области. Творческая группа программы «Фан-клуб Валерия Малькова» и не предполагала, что представители данной нации могут быть сколь-нибудь увлечены активным образом жизни. В действительности все оказалось весьма позитивным. Физическая культура занимает одно из первых мест в жизни этого дружного народа, а заниматься спортом предпочитают семьями. С целью сплачивания родителей и их детей в 2010 году в Самаре была проведена первая мини-макабиада. А в декабре 2014 прошел уже второй праздник спорта. Его главными организаторами выступили Самарский еврейский культурный центр Макаби и Российский еврейский конгресс. Мне кажется, что никакая национальная культура немыслима без спорта и особенно без такого спорта, который объединяет поколения. И спортивные состязания, поскольку они с одной стороны дают выход к какой-то естественной агрессии, а с другой стороны это утилизируется таким мирным, очень хорошим таким вот спортивным путем, на мой взгляд это для нашего времени просто лекарство. Спортивное состязание, приуроченное к национальному празднику чуда под названием Ханука, проводилось в воскресный день. Подготовка к мероприятию началась задолго до его старта. Была разработана соревновательная и развлекательная программа, приглашены почетные гости, привлечены партнеры и спонсоры. Все с нетерпением ждали 21 декабря. Мини-формат подразумевал под собой аналог Макабиады – международных спортивных соревнований, проводящихся по образцу Олимпийских игр раз в 4 года. В нашем случае главные герои события не претендовали на высокие чемпионские звания, а просто наслаждались дружеской и, естественно, спортивной обстановкой. Из моего детства самые яркие воспоминания и впечатления – это воспоминания о том, как мы с родителями катались на лыжах, клеили воздушных змеев. И вообще семейные мероприятия, совместные, детей и родителей – это очень важное воспитательное значение имеет. В данном случае этот праздник, конечно, объединяет детей, родителей. Участников очень много, все веселятся, все празднуют, все совершенствуются и показывают свои спортивные достижения. В день проведения состязаний в Самарской общеобразовательной школе номер 65, где также функционирует воскресная еврейская школа, было очень живо и весело. Еще на входе участники мини-магобиады окунались в спортивную атмосферу, регистрировались, переодевались и разминались. Вторая мини-магобиада отличалась от первой тем, что соревновательную часть предваряла встречи и общение с раввином Самары и Самарской области Моши Эстрином. Перед началом спортивной составляющей еврейские семьи собирались в актовом зале школы. Здесь транслировался фильм о первой мини-магобиаде, прошедшей в 2010 году. Кто-то даже увидел себя из своих еще маленьких детей, кто-то просто проникся идеей активного и здорового образа жизни и начал настраиваться на борьбу за призы. Среди гостей праздника мы встретили и почетного ветерана футбольного клуба «Крылья Советов» мастера спорта СССР Евгений Геско. Я вам могу сказать из детства, к примеру, у нас, значит, в соседях была еврейская семья, и маму очень многому научили, там, приготовить что-то как-то, вот это вот. Потом у меня друг, значит, со времен еще, когда я был в «Крыльях», молодым еще, тоже друг есть, Ифа Лебенштейн. Сейчас он, кстати говоря, живет в Таллине, но, в общем, поддерживаем всем. Вот этот друг мы с ним очень хорошо. Ну, еще ряд, ну, в общем, с евреями, как бы я, как сказать, дружу там и буду дружить. О предыстории значимого для всего еврейского народа праздника Ханука рассказала директор Еврейского культурного центра «Макаби» Татьяна Курилова. Идейный вдохновитель поведала ведущему программы фан-клуб Валерию Малькову о том, как родилась мысль организации «Мини-Макабиады». Мини-Макабиада появилась, исходя из понятия «Макабиады», всемирной «Макабиады», которая проводится раз в 4 года. У нас нет такого высокого уровня спорта внутри еврейских организаций, чтобы мы могли участвовать вот в этих больших макабиадах, в больших соревнованиях, которые, в общем-то, аналогичны Олимпиадам. Но, тем не менее, спорт очень важен в жизни людей, и поэтому возникла идея проводить мини-Макабиады. Большие макабиады такого городского уровня мы проводим второй раз. Но между этими двумя мини-Макабиадами мы проводим еще совсем маленькие макабиады, когда у нас идет проект детского семейного лагеря «Мишпаха». А этому детскому семейному лагерю «Мишпаха» исполняется в 15-м году уже 20 лет. И вот летом на территории той базы, где мы проводим вот этот лагерь семейный, детский, мы обязательно проводим маленькие макабиады, то есть такие спортивные соревнования. Татьяна Борисовна, вы являетесь руководителем Самарского культурного еврейского центра «Макаби». Какова его основная функция работы? Основная цель – это образование, еврейское образование, просвещение. У нас собственный центр был создан для того, чтобы осуществить неформальное дошкольное образование, школьное образование, семейное образование. И основной акцент работы семейного клуба всегда делается на семейное образование, потому что все-таки семья не только в еврейской традиции, а вообще в человеческой традиции – это очень важный фактор. И самое главное, что может быть в жизни человека – это семья, воспитание семьи, воспитание семьи не только в плане традиций, не только в плане культуры, но и в плане физического развития. Очень важно. Скажите, пожалуйста, кто может прийти к вам в центр и какую вы работу проводите? Вообще, если говорить о всех вот этих годах работы нашего центра, вот оглядываясь на те прошедшие годы, я могу сказать, что работа была проведена очень большая, огромная. Значит, что было создано? Были и созданы, была создана воскресная школа, не только в Самаре, была создана воскресная школа в городе Сызрани, в городе Тольятти, в городе Чапаевске и в городе Новокуйбши. Потом эти школы позакрывались. Почему? Потому что, когда началась Большая Илья, то люди, очень много евреев уехало, просто некому стало ходить. Хотя я не могу сказать, что в эти школы ходили не только евреи, все, кто хотел. У нас было, ну не то, что много, но достаточное количество людей, которые просто приходили, как знакомые с еврейскими семьями, приходили и учили еврит, приходили и учили еврейскую традицию. И, кстати, и в школах, во всех, и кроме школы у нас был Ульпан, ну это как бы студия по изучению языка, приходили люди разных, можно даже сказать, религиозных конфессий. Ну, например, ко мне приходили женщины, которые были паломники. Они регулярно посещали святой город Иерусалим. И одна из них, например, Катя Хохлова, она очень хорошо выучила язык и потом стала туда возить группы. Она говорила, что я хочу понимать все, что происходит в Иерусалиме, разговаривать с иерусалимцами. Поэтому у нас не закрыта дорога любому. Тот, кто хочет изучать еврит, тот, кто хочет изучать еврейскую традицию, конечно, мы не отказываем, пожалуйста. Но, естественно, вот я как преподаватель, я, конечно, заинтересована в тех людях, которые являются выходцами из еврейских семей. Почему? Потому что все это было создано для чего? Для возрождения еврейской традиции, для возрождения еврейской культуры. Утрачено все. И утрачено иногда просто вот так, что человеку даже невозможно вернуть к его корню. Поэтому вот эта задача наша была – возвращать людей. Дорогие друзья, мы сегодня подводим итоги второй самарской мини-макебиады, которая состоялась 21 декабря в школе номер 65. Впереди есть сюжет, а после чего мы продолжим наш диалог. Оставайтесь. Вторая самарская мини-макебиада стартовала с приветствия Равина. Моша Эстрин рассказал о предыстории появления праздника Ханука, зажег ханукальные свечи. После этого все командные участницы переместились в спортивный зал, где состоялось торжественное открытие второй мини-макебиады. Почетные гости и орг-комитет высказали свои находства, а воспитанники детского сада «Лаудер Макаби» и солистки вокального ансамбля «Макаби» порадовали присутствующих творческими номерами. Наконец, в полдень настало время соревновательной составляющей. В главном спортивном зале стартовал турнир по мини-футболу. Мальчишки из общеобразовательных школ НОВР 65 и 42 играли напористо и активно. В итоге победу одержали хозяева состязаний. Параллельно с футзалом проводились шахматные партии, а в современном зале на цокольном этаже шел турнир по настольному теннису. В нашу воскресную школу ходит 75 человек. Из них три группы, три группы по 25. Это и малыши, это и среднее звено, и родители. Они изучают такие предметы, как еврит, как национальную культуру. У них есть национальный театр. Ведет у нас ансамбль музыкальный. Дрындин, вы знаете, он профессор Академии искусств. Он давно тоже работает в еврейской школе. И, конечно, самый главный организатор и, можно сказать, глава вот этого всего, этой воскресной школы, это Татьяна Борисовна Курилова. Это патриот, патриот этой школы, патриот своего народа, патриот своих детей. Я имею в виду детей, которые учатся в этой школе. Молодцы они, молодцы. Поклонники спорта буквально разрывались, не зная, чему отдать предпочтение. В итоге наиболее активные. Успели принять участие сразу в нескольких видах. И при этом попали на мастер-класс по стрельбе из лука, который после мини-футбольного первенства провел Игорь Роткин. Вы когда-нибудь кидали снежок? Да. Вот как вот снежок кидается, как вы цените? Вот так кидаете, кидаете. Смотрите двумя глазами, да, и кидаете. Вот так же становились таких рук. То есть здесь нет ни мушк, ни прицела, ничего. Наконец апофеозом праздника стали веселые старты с участием семейных команд. В каждой сборной было по две семьи в составе мамы, папы и ребенка. Название команд участники эстафеты придумали сходу. А ждут в честь названия одного из городов Израиля «Победа» и «Стрельцы». Подружные возгласы болельщиков и всеобщее веселье. Претенденты на награды то прыгали в мешках, то бежали на лыжах, то собирали фишки на время. Этот конкурс, пожалуй, оказался самим веселым и зажигательным. И, конечно же, завершило состязание, награждение, в котором принял участие председатель попечительского совета Российского еврейского конгресса города Самары Марк Соломонович Шмуклер. В настольном теннисе было определено несколько победителей. Обладателями шоколадных медалей и дипломов первой степени стали Лариса Белянина, Евгений Букчин и Мария Генгут. «Я в этой Макабиаде участвую где-то уже второй раз. Да, второй раз. Мне очень нравится здесь участвовать, потому что, опять же, это семейно, это не как-то, это хоть соперничаешь, но все равно как-то приятно, а не со злобой. Интересно все равно». Кроме того, званием лауреата игры в настольный теннис была награждена юная Кира Шнайдер. А в шахматах, в свою очередь, первенствовала Анастасия Кочелоевская. А в веселых стартах самыми сильными, быстрыми и ловкими оказали семьи из Аждода. Процедура вручения призов и подарков перемежалась с фотосессией лауреатов и почетных гостей. «Участвуем первый раз, получили массу ярких эмоций. И Кирюша у нас тоже попрыгала, побегала. В общем, я думаю, с данным мероприятием мы запомним надолго и еще не раз станем гостями в следующих годах». «Самое сложное для меня – это были прыжки в мешках. Я не могла скакать от того, что мне было очень смешно. Это было самое сложное». Программа «Фан-клуб» продолжит диалог ведущего Валерия Малькова с инициатором проведения спортивного праздника Татьяной Куриловой. «Татьяна Борисовна, на протяжении многих лет на базе 65-й школы города Самара работает еврейская воскресная школа. Как вы пришли к этому и для чего создана вот эта учебная составляющая?» Ну, вы знаете, годы, вот начало 90-х, 90-х, 91-й год был такой подъем какого-то интереса к национальной идентификации, к знанию еврейской национальной традиции. И тогда открывались воскресные школы. У нас была открыта, наша школа была вторая в городе. И директор этой школы, она потом уехала в Израиль, как-то была заинтересована, давайте откроем эту школу. Ну, вот я тогда начала изучать еврейц самостоятельно и очень мало еще знала, но другие вообще ничего не знали. Поэтому начала преподавать в этой школе по настоянию директора той школы. Потом, когда она уехала, пришла Лигия Глебовна, и Лигия Глебовна очень хорошо поддержала работу нашей школы. И школа стала развиваться, и, в общем-то, тогда очень много было желающих учиться в школе. Тогда были классы наполняемостью по 20-25 детей и взрослых. Школа была и для детей, и для взрослых. Но время идет, все меняется. И понятно, что сейчас формы обучения стали не такие, какие были раньше. Сейчас мы меняем стандарт этого обучения. То есть, если раньше у нас были уроки евриты, уроки традиции, уроки истории, то теперь у нас уже другое. Теперь у нас вокальный ансамбль еврейской песни, теперь у нас там может быть танцевальный. У нас был одно время кружок кончарного мастерства. Теперь мы стали заниматься еще как-то спортивными делами. Вот эти макабиаты, которые проходят на базе 65-й школы, они, в общем-то, показывают то изменение, которое произошло. Насколько мне известно, при культурном еврейском центре Макаби есть попечительский совет. Какова его функция? Чем помогает попечительский совет? Конечно, всегда не хватает средств на все мероприятия, которые проводятся. Но в этом году еще создан попечительский совет нашего культурного центра, его возглавляет Евгений Херсонский. Но в этом году создан попечительский совет городской, который входит в состав Российского еврейского конгресса. Вот председателем попечительского совета городского является Шмуклер Марк Сламонович. И вот в этом году макабиаду мы делали при поддержке этого попечительского совета. И теперь, смотрите, ситуация совсем другая. Не та, что была там в 91-м, 92-м годах. Сейчас не может выжить, то есть те мероприятия, которые проводят отдельно школа, которые проводят детский сад, которые проводят там культурный центр Макаби и разные другие, не может выжить отдельно. Мы можем делать только все совместно. То есть еврейский культурный центр вместе с воскресной школой, вместе с попечительским советом. Татьяна Борисовна, вторая имения макабиада была приурочена к празднику Ханука. Что это за событие? Многие жители Самарской области даже не знают об этом. Праздник Ханука связан с историческими событиями, когда греки заняли храм в Иерусалиме и, в общем-то, осквернили его. Ну как осквернили? Греки, может быть, не хотели ничего плохого сделать евреям. Они хотели, чтобы евреи были такими же сильными, мускулистыми, как греки, участвовали в боях. Но евреи изучали Тору и, в общем-то, были не очень такими спортивными. Хотели сделать их нормальными людьми. Поэтому они внесли в храм статуи, что является для еврейской традиции долопоклонством. И в храме всегда должен был гореть светильник, который называется Менура. Менура – это символ еврейства и еврейской традиции. И когда евреи освободили от греков храм, то у них была необходимость зажечь свечи в этой Менере. Но для этого нужно было масло. Масло должно быть кошерным, то есть чистым, пригодным для использования. И в храме нашелся только один маленький кувшинчик масла. Так доносит до нас традиция. Вот этот кувшинчик масла, который рассчитан только на один день горения. И стала дилемма – зажигать Менуру или не зажигать. Если ее зажечь, то на день хватит горения, а потом погаснет. Если не зажигать, то нельзя светить храм и нельзя праздновать победу. Масло могло быть изготовлено только через 8 дней. Но есть своя причина на это серьезная. И приняли решение все-таки зажить Менеру. Менеру зажгли. И случилось чудо. Вот этого масла хватило на 8 дней горения. До изготовления нового, свежего, пригодного кошерного масла. Вот это праздник, как бы праздник чуда. Татьяна Борисовна, я вас благодарю за ту работу, которую вы проводите. Она имеет большое значение для города Самары, нашей области. У вас все получилось. Вторая мини-макебиада состоялась. И вот эта медаль организатору данного праздника. Спасибо. Уважаемые друзья, на наши вопросы ответила директор Самарского еврейского культурного центра Макаби Татьяна Борисовна Курилова. Впереди нас ждет яркий сюжет, а после чего я, как всегда, рекомендую следовать нашему девизу. С мини-макебиадой не надо дружить. В мини-макебиаде надо принимать участие. С вами был Валерий Мальков. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Мы добьемся успеха бесспорно Спорт, спорт, спорт Зовет энергичный аккорд Припев этой песни споем-ка мы вместе Для тех, кто отважен и тверд Спорт, спорт, спорт Поставим заветный рекорд Здоровьем и силой прославим Россию Спорт, спорт, спорт Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok